Ну что, дорогие друзья, походу завтра у нас выйдет новая опять функция. Я рад всех приветствовать всем, здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с мистер Айрон. В следующей видеоролике мы будем играть в группу под названием Roblox, Ринкардей Шиптэнга в Roblox. И сегодня, дорогие друзья, мы поговорим про завтрашнее обновление, которое должно выйти уже завтра. Дорогие друзья, у нас вышло два новых снэкпика, официальных, дорогие друзья. Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на РБХЛ. Здесь вы можете купить робуксы по самому вагоному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робуксов всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Телись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робуксы. Вступай на дискортиру с регулярными розыгрышами, группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячи отзывов от реальных покупателей. Все это только на РБХЛ. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. У нас, так сказать, это когда было? 14 апреля? То есть 5 дней назад. Да, 5 дней. Потому что из этих звездочек... Кстати, сегодня не выходил видео, потому что уже все машины мы посмотрели. У меня 3600 звезд. И завтра я получу уже лекан с фрапсом, а как-нибудь еще порш. Но я не хочу порш получать. Ну, как бы такая вся машинка. Не нравится мне она. Лучше уже леканку получу и все. Так, ну, как бы квестики сегодня у нас. Проехать сити-гонку на тачке второго класса. Это 410 звездочек вам даст. Кстати, много, если честно. Ну, как бы за 46 секунд еще надо постараться на втором классе-то проехать. Проиграть 35 минут. Это, в принципе, не такая большая уж проблемка. 320 звезд. И накопить 150 очков дрифта на дрифт-гонке. То есть это дает вам 550 звездочек. Ну, то есть вам нужно на дрифт-гонке подрифтить и получить больше 150 очков. Плюс-минус там 4-5 гонок я проехал и получил вот свои 550 звездочек. Ну, как бы пока что с челленджами все. Ну, а мы про обновление, дорогие друзья. У нас 14 апреля выпускали вот это вот слив. Это, дорогие друзья, возвращение Ламборгини Венена. Да, дорогие друзья, Ламборгини Венена вернется к нам, так сказать, в КДТшечку. И, дорогие друзья, вы видите на своем экране вот этот вот из фандома у нас, так сказать, скриншот. Это у нас вот Ламборгини Венена. И теперь нам известно, что она будет стоить 5,5 миллионов, дорогие друзья. То есть эта Ламборгини у нас будет стоить 5,5 мультов. И она будет обычная. Так, дальше, дорогие друзья, вот следующий скриншот. Это у нас уже официальный стекпик. Он выходил у нас, как я понимаю, 15 апреля, уже на следующий день. Это угроза присоединиться к шоу на этих выходных. Вместе с еще одной новой функцией в ближайшее время. С нетерпением ждем. Ну, как бы, дорогие друзья, в этом стекпике нам еще спалили то, что будет какая-то новая функция. И у нас вот эту вот Ламборгини Венена спалили уже официально. То есть мы уже завтра сможем купить новую, ну, как бы старую, ну, просто ремодельнутую Венена. И, получается, вчерашний снэкпик, сегодня у нас 19-е, вчера было 18-е, вышел вот такой вот снэкпик. Вы сейчас видите на своем экране. Нам показали Фион, который делает бёрнаут. Но не все так просто. Я не знаю, что он делает и как он это делает, но он это делает. И он выйдет на этих выходных. Средитесь за обновлениями. Дорогие друзья, ничего нам такого толкового не сказали. Как бы просто вот эту вот всякую хрень. Я не знаю, что он делает и как он это делает. Ну, в общем-то, в чем прикол этого снэкпика? Если мы сейчас возьмем Фион, возьмем драйв, попробуй сделать бёрнаут, он не сделается. Потому что, черт возьми, этот Фион переднеприводный. Даже вот если я сейчас вот так вот сделаю, бам, получится, да, получится. О, во, он переднеприводный, а снэкпики заднеприводный. И, дорогие друзья, кто уже догадался, а кто нет, это у нас будет изменение привода. То есть мы сможем менять привод у автомобиля с переднего на задний, заднего на передний или полный привод. Вообще можно будет сделать. Ну, дорогие друзья, кстати, вот вам скриншот концепта этого переднего и заднеприводного привода. В общем-то, вот так вот плюс, скорее всего, будет выглядеть этот передний и задний привод. Ну, как бы, дорогие друзья, вот такое вот у нас обновление завтра выйдет с приводами и с новой ламборгини ВНН. Возможно, еще что-нибудь завезут нам. Ну, а все, всем спасибо за просмотр. Дорогие друзья, насколько у нас получился видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а с вами был Айрон. Сюда, всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok